Есть вещи, которые невозможно предотвратить. Ну да, действительно такое случается. Но их можно предусмотреть. Сейчас мы с вами здесь поговорим об управлении репутацией в интернете. Штука важная, потому что, знаете, из интернета довольно сложно, даже несмотря на то, что недавно приняли закон, ну как относительно недавно, что там можно выпилить все-таки из интернета какую-то порочащую информацию, но это нужно суд, все остальное, а репутация — это очень важно. Так вот, как этой репутацией управлять в наше сложное время? Прямо сейчас на этой сцене расскажет Дмитрий Сидорин. Физик-математик, интернет-эксперт, политтехнолог, специалист в области управления репутацией в сети интернет. Прошу, встречайте ваши аплодисменты. Дмитрий, здравствуйте. Так, здравствуйте. Я постараюсь быть умным, смешным и полезным. Это довольно сложно, тем более физику. Но начну с умного, чтобы сразу вас загрузить. И вам плохо спалось ночью, я сам плохо сплю ночью, поэтому передам часть ответственности теперь вам. Я иногда дожливыми вечерами пописываю книгу под названием «Волновая теория распространения информации». Как вам такое? Я представляю движение информации в социальных сетях и в интернете, как движение пучка протонов в детекторе. Будто летит пучок протонов, как в церне. Я этим занимался лет 15 назад, исследовал эти явления. Представьте информацию, ваш пост — это протон, нейтрон, что-нибудь еще. И он влетает в Инстаграм, свинец, Ютуб, еще что-то. У среды есть свои характеристики, у информации есть свои характеристики. Есть скорости, есть заряды, есть еще что-нибудь, цвета, как у кварков. Есть параметры поля, в которые оно попало. И, в принципе, на самом деле не так важно. Ютуб, Инстаграм, Фейсбук или что-то еще — это просто среда, повладающая какими-то параметрами и как-то влияющая на информацию. Ютуб, например, очень негативный. Самая вообще негативная социальная сеть — Фейсбук. Там все обижены, все плохо, попробуйте туда запустите что-нибудь счастливое, получите два лайка, один комментарий, дай бог не появится какой-нибудь тролль. Самая счастливая социальная сеть, знаете, какая? Мой мир. Нет, даже не Инстаграм. В Инстаграме появились хищные блогеры, все монетизируют. Это начало вызывать отражение аудитории потихонечку. А в моем мире живут мамы выросших детей. Судя по соцдему. И у них все хорошо, у них подросток ходит в секцию, получает медали, пятерки и так далее. Не вздумайте прийти туда со своим снобизмом и огорчить этих женщин, святых женщин, мне кажется, в эпоху интернета. Это умное. Подумайте. А вдруг действительно все описывается несколькими уравнениями. И можно предсказать, сколько лайков соберет пост. Можно сказать, на сколько процентов упадет стоимость Теслы после известных событий. Ну и немножко юмора. Есть такая шутка. Я занимаюсь управлением репутацией. Я занимаюсь этим уже почти 8 лет. 8 лет назад мне за год пришло 2 заявки. У меня было 2 клиента. В этом году уже пришло более 2 тысяч заявок. То есть я почувствовал, что интернет немножко меняется. Вот эта эпоха срачиков, негатива и желание пошантажировать Аэрофлот или Сбербанк, когда вы столкнулись с какой-то проблемой, она возникает уже у очень многих. Интернет доходит и в России, и в мире доходит до все большего количества людей. И вот это вот желание пошантажировать начало рождать рынок. Сейчас в моей компании более 100 человек. Мы в год обрабатываем более 50 миллионов сообщений. Из них 40 миллионов, наверное, обрабатывают машины, и 10 миллионов приходится все равно допроверять вручную, потому что риски большие. Вот есть особый класс сообщений, которые приходится проверить вручную. Я сегодня покажу, что даже бренды иногда ошибаются. Человек смотрит на сообщения и реагирует немножко не так. Просто прочитал неправильно. В России этому рынку тяжело. Есть такая шутка. Я украл ее у Comedy Club. В Америке в МакАвто мужику продали горячий кофе. Он облился, обжегся, отсудил 200 тысяч долларов. В России мужику в МакАвто случайно стеклом отрезали пальцы. Ему вернули пальцы. Это Россия. Мы развиваемся. Сервис у нас повышает свое качество. И несмотря на это, потихонечку просыпается бизнес, они начинают слышать клиентов. Хотя даже в Америке есть персонажи, которые сказали, да ну их нафиг. Джордж Лукас экранизировал бессмертное произведение, огреб негатива. Сначала в почве, потом еще в соцсетях. И в конце концов есть вот такая вот история. Не знаю, насколько фейковая или правдивая. Джордж Лукас не выходит в интернет много лет. Ну, я думаю, все-таки выходит. Без этого сложно. Но не придает значения негативу, который там читает. Он заявил так. В конце концов, диктатор я или нет? Так вот, будьте осторожны. Все сложнее сейчас быть диктатором и игнорировать что-то происходящее вокруг. МАДИ, университет есть такой на Ленинградке. Посвящение там было несколько лет назад. Кто-то, может быть, помнил. Кто-то, может быть, помнит. Кто-то, может быть, заканчивал этот вуз. И теперь ему не очень ловко на собеседование. Потому что все, что я знаю о МАДИ, это то, что на посвящении в туалете снималось скандальное видео, после которого ректорат был отправлен в отставку. Два парня попали под дело об изнасиловании, а девчонка стала звездой телевидения. Еще одна история. Омский завод сыры, работники которого купались в молоке, закрыт. Старая история стала уже буквально анекдотом. Летом, этим летом, пиар-директор, руководитель направления по связям с общественностью наконец-то с этой общественностью связалась. Ее снесли в Фейсбуке за использование слова «ватка» по отношению к россиянам. Снесли Фейсбук, снесли Ютуб, снесли Инстаграм везде, где ее нашли. Ее сносили комментариями, сносили и сообщество Леруа Мерлен в Фейсбуке с четырех звезд до одной звезды. Не знаю, до сих пор ли там так. Писали письма во Францию. В общем, было тяжело двое суток. Нервячка и потом отставка. Сейчас она вроде как все же в здравии и ведет тренинги по противостоянию буллингу, травлю в соцсетях. Ну и есть еще такие приколы, вам может быть менее знакомые, но я занимаюсь политикой, там люди косячат. Вице-губернатор Вологды прославил всю область тем, что застрял в туалете и сообщил об этом через Инстаграм. У него было буквально пара сотен подписчиков. После этого он стал звездой, и администрация до сих пор на него держит зуб за такое поведение. Это были эфиры на Россия-24. Люди всерьез обсуждали, как ошибки грамматические у него оказываются, почему он никого не позвал. Но это вы должны знать. Я в детали не погружался. Это в целом дыхание, дыхание мира вокруг. Надо быть осторожнее. Один из первых тезисов, и это направление мысли. Мы же говорим про будущее. Моя отрасль немножко повернулась в корпоративную безопасность. Вы здесь все формируете репутацию этого мероприятия. Вы сотрудники какой-то компании. Человек может, просто не зная того, нанести урон не только себе. Ладно, Леруа Мерлен отправили в отставку пиар-директора. С одной звездой в Фейсбуке им теперь что делать? Она так и есть. Я думаю, им все равно, но кому-то не все равно. А если это Яндекс.Маркет? Вы знаете, что такое пять звезд в Яндекс.Маркете, и что такое одна звезда. В одном случае есть продажи, и по неплохой цене вы получаете клики. В другом случае у вас будут трудности. Ну, слава богу, люди еще не настолько прожженные, чтобы знать, как максимально больно делать. Второй тезис, первый тезис – корпоративная безопасность. Я нашел там применение, и это неплохая услуга. Помогать компаниям предотвратить утечки, которые нанесут ущерб их репутации. Вторая история. А мы все теперь имеем капитализацию. Попробуйте в голове где-то зафиксировать такой термин. Скорее всего, он точно не мой. Капитализация личности. У блогера сколько-то стоит пост. Считают engagement rate, количество подписчиков. Кто-то сядет в бизнес-класс бесплатно, а кто-то нет. Похлопайте, кто смотрел «Черное зеркало». Сериал такой есть. А те, кто не смотрел, обязательно посмотрите. Там не так много серий. Это не «Игра престолов». Это вот про недалекое будущее, а может быть и настоящее. Банки осуществляют банковский скоринг с учетом профайлов в соцсетях. Герман Грефт еще несколько лет назад заявил на конференции в Лондоне. Уж если сказал, наверное, они как минимум об этом думали тогда. Работодатели проверяют нас, прежде чем взять на работу. Сначала это была игрушка, и сейчас у меня банки просят, «Дима, сделай нам какой-нибудь несложный скоринг». А кто нам подходит? Кого взять, кого нет? Они некоторые даже указывают свои профайлы в соцсетях, там и искать не нужно. Кого-то приходится поискать. Ну, из плохих историй я не взял сотрудника, которого не смог найти в интернете. Вот девушка пришла, суперпосложной список, столько достижений, вообще ничего. Сидели, рылись, мы же работаем над этим, это наша профессия. Ничего не нашли, я сказал, ничего личного. Я не могу тебя взять, потому что ты отклоняешься просто от нормы. У меня есть выборка. Мои лучшие сотрудники, какие они были тогда, какие они сейчас. В принципе, я могу сделать некую выборку по отрасли. Ты сильно отклоняешься от нормы, я рискую. Особенно в свете того, что бывает всякий шпионаж. Ну и Китай удивил. Мне кажется, это просто многомиллиардная армия моих будущих клиентов. Китай вел рейтинг людей. Сначала в тестовом режиме, но уже 6 тысяч китайцев невыездные на основе действия тестового режима. Туда добавлено, как элемент проверки, это поведение там, в сети, в интернете. А вдруг у нас будет рейтинг людей? Так что осторожней, делайте посты, а то можно ипотеку не получить, на работу не устроиться или потом невыездным стать. А я пошучу и над собой, и над парой компаний. Вообще, если над кем-то шучу, не держите зла. Почти про все компании, которые я здесь говорю, я говорю именно с целью обучить, показать. Демонстрацией мог быть любой бренд и всеми услугами компании, о которых я рассказываю, пользуюсь. Сидорин Лаб, Новый год, корпоратив, что не так? Помощница справа, на фоне доски со списком клиентов и датами отчетов. Сумма суммарной NDA по этим договорам превышает несколько миллионов долларов. Очень страшная фотография для меня. Я быстренько пишу помощнице «Тебе плохое платье». В слезах она удаляет фотографию. И спустя год она становится сотрудником отдела мониторинга и гордится тем, что я про нее рассказываю на конференциях. Понимая, что извлекла уроки. «Лукойл». Да куда? Куда дальше-то? Где безопасность должна работать? «Лукойл». Селфи девушки с презентацией инновационного топливного масла, которое скоро выйдет на рынок с конкурентными преимуществами. Мужик даже химическую формулу на доске нарисовал. Он просто не знает, что есть такое явление, как селфи, инстаграм. Там немного лайков, но зато найти это вообще не представляет сложности. Тут хэштег стоит. И Ростелеком исправился. Но в какой-то момент пришлось показать вот такую картинку. А как вы проводите пятницу? Отмечаем победу коллеги. Ростелеком пятница бухаем. Вообще сочетание этих хэштегов немножко дрожь бросает пиар-директор компании. Ростелеком пятница бухаем. Они так живут. Это нормально там. А вот для журналистов, для конкурентов это может быть поводом для написания небольшой статьи в ЖЖ. Вот первый вводный блок. Репутации есть много у кого. У каждого из нас лично есть репутация. Мы оставляем цифровой след. А возможно, наша попытка его не оставлять приведет нас к тому, что мы начнем отклоняться от нормы. И по всяким моделям look-alike и machine learning нас просто выкинет на обочину этого мира и будет тяжело. Поскольку это стало болезненно, это стали замечать, появились те, кто пытаются в этом месте напряженность некую вызывать. Одно из самых частых явлений это то, что я сталкиваюсь с атаками через Яндекс.Подсказки. Это даже не мониторинг соцмеди, это парсинг подсказок и проверка не появилась ли там чего. Это естественный скриншот, это тот самый политик, который застрял в туалете сразу после событий. Вот так преобразились его подсказки в Яндексе. Родился биография, застрял в туалете, Инстаграм. Зато нет коррупции, нет никаких проблем. Может быть, эта история лучше, чем что-то еще. На Украине пост совсем... В Украине, да, правильно? Я сам родился в Украине, но я уже давно оттуда уехал, пять классов закончил. Неполитический пост, вот, чтобы никто ничего не подумал. Подсказки в Ютубе, это жена президента. Было известно, что она будет открывать Евровидение. Возможно, кто-то догадывался, что с английским у нее не очень. Залили ролики в Ютуб, дали им мерзкие названия, да и подсказки подкрутили синхронно под название. Итого, проходит Евровидение, вы хотите посмотреть запись выступления, вместо этого, ну, я думаю, вы прочитали. Я забыл, что я хотел про нее посмотреть, мне стало интересно, а что там? Вот, я слушал этот ролик минуту, потом прочитал комменты, там написано, прислушайтесь на 39 секунде. Я прослушал его еще раз, тем самым я подкрутил social action, поведенческие факторы этого ролика, то есть два просмотра, от начала и до конца, в полной выкладке. Если меня снимала веб-камера в этот момент, это интересная аналитика была, наверное, там на выходе. несложно это было сделать, во многом потому, что спроса не было на объект в Ютубе. Есть шутки, просто милые вещи, это то, скорее всего, на что вы обращали внимание в всяких статьях, постах, я подсветил то, что бывает посложнее ситуация. А про кота мне нравится, особенно последнее, как объяснить коту, что котят, а не его. Вот она максимальная искренность. Яндекс здесь будет, ничего против меня не имею, они борются со всякими паразитами, но я знаю, что Россия богата умными ребятами, есть даже сервисы накрутки подсказок. Ладно, подсказки прошли, ну, дальше пошла поисковая выдача. Здесь я не буду делать сильную паузу, я хочу сразу обозначить одно явление, над которым я думаю, вокруг которого происходят круглые столы, и люди думают о сайтах-отзывах. Яндекс.Маркет – это еще хорошее проявление, где есть правила, еще что-то. Есть площадки, где сложно, и эти правила довольно легко обходятся. Есть много сайтов-отзывов, отзывики, я их еще называю, Yale, iRecommend, Zoom, много. И у всех вопросы, откуда там берутся отзывы, все ли это правдиво. Искренне ли люди, получив качественную услугу, пойдут туда и будут писать? Нет, скорее всего, если вы им не скажете, не пойдут. Если сделали плохо, отправятся с большой вероятностью. Ну и это почва для того, чтобы конкуренты там чудили. А я хочу про эти площадки показать шутку. Не так давно произошло такое событие. Не могу точно сказать, насколько это правда. Человек уволился из компании, где он писал фейковые отзывы. И он отправился к себе домой и сделал из своего гаража фейковый ресторан. Этот ресторан стал лучшим рестораном Лондона. Он фотографировал свою ногу, губку, что угодно, сделал из этого хороший анонс. Позвонив туда, вы не могли забронировать столик, потому что нет мест. Ну, конечно, это лучший ресторан Лондона, там нет мест. В общем, он поиграл в эту игру какое-то время, потом раскрылся, про это писали статьи, и тестовая группа все-таки пришла к нему в гараж отведать полуфабрикаты, которые он купил в супермаркете. Таким образом, он немножко наказал всю отрасль и показал слабость системы. Сайты отзывов. Что их ждет? Они объединятся, не объединятся. Появится какой-то арбитр. Что делать с букингом? TripAdvisor, App Store и так далее, Яндекс.Маркетом. Что делать с тем, что там есть те, кто хотят на это воздействовать? А это действительно начинает влиять на массы. Я еще почему-то мало докладов слышал про кинопоиск и подобные штуки. Очень сильная там зависимость от того, сколько людей в зале, в зависимости от того, какой там рейтинг. Люди прям очень верят тому, что там есть в качестве звезд. Помимо этого, есть более деликатные вещи. Атаки через картинки, атаки через видео. Я когда ребятам отправлял презентацию, им пришлось очень много здесь запикивать. Но это интернет. И это там может висеть. И это могут видеть сотни тысяч людей. Тут кое-что пришлось запикать. И обращу ваше внимание, справа в Ютубе вбит запрос просто Ростелеком. Даже не отзывы, ничего. Основной брендовый запрос. И вот такая там вакханалия о популярности Ютуба возрастает. Итак, мы поняли. Репутация начинает играть какую-то роль. То акции упадут, то уволят кого-то, то еще что-то случится. Мы поняли, что там не все так сладко. И надеяться на то, что там будет суперсправедливость, не приходится. Давайте сами вершить правосудие. Какие у нас есть варианты? Закон. У нас есть уголовный кодекс. Можно почитать статьи. Ну, рекомендую как минимум две статьи для ознакомления. Клевета и разжигание розни становятся предметом многих дел. Чтобы дело завертелось, надо делать скриншот, заверить у нотариуса. Если это какая-то жжжка на 10 страниц, а еще там и комментарии развернулись на 50 страниц вниз, потратите прилично денег на то, чтобы просто заверить у нотариуса. Не знаю, полтинчик можно отдать за хорошую статью. Потом надо будет сформировать дело, пойти в суд, найти, кто у вас будет ответчиком. В общем, долгая история. И как только вы это удалите, он просто это поднимет на новой жжжжке. Например, так. С законом нелегко, и закон не готов к очень быстрой работе, потому что в интернете каждую минуту получается. Мы с моим нотариусом дошли до того, что я по почте скидываю ему по 10-20 документов. Он в долг очень быстро просто их заверяет, эти факты нарушения в социальных сетях. Если бы все было по старинке, пришел, отстоял очередь, заплатил, мы бы очень долго все это делали. Есть законодательство самих поисковых систем. Можно воспользоваться правом на забвение. Есть аналогичный инструмент у Гугла. Ну, тут просто надо разок зайти. Может быть, вы главе города поможете своего или нашего для упражнения. Вот, например. А потом можно и подряд получить. Диджитал юриспруденция – это новая наука. Здесь пока нет суперкоманд, которые бы выпиливали все, что требуется. Есть законы самих площадок, есть законы Фейсбука, ВКонтакте, есть кнопочки «пожаловаться». К сожалению, мы не жмем на них. Мы сначала платим много денег Сидорину, а потом жмем эту кнопку, и что-нибудь исчезает. Втроем жмем, вдесятером жмем. Все поднялись, всем двором, нажали кнопку «пожаловаться» и пост в Фейсбуке пропал. Так бывает. Вот. Может пропасть видео с Ютуба после нескольких жалоб. Даже в Яндексе, когда вы видите сайт, там есть рядом маленькая стрелочка, вы можете «пожаловаться». Вы можете хотя бы просигнализировать, вдруг асессоры поймут вас, ну и так далее. В Ютубе можно пожаловаться и на ролик, и на коммент. В Инстаграме можно пожаловаться. Закон не помог. Жалобы не помогли. Осталось. Дальше SEOшники нашли применение своим услугам. Появилась услуга SERM, Search Engine Reputation Management. Выдавить плохой сайт с первой позиции. То есть мы находим что-то, что нам не нравится, находим группу того, что нам нравится, и стараемся продвинуть то, что нравится, повыше, чем то, что не нравится. Таким образом предполагая, что то, что не нравится, потеряет трафик. То есть оно покинет, например, топ-10 и на 15-17 позиции будет получать мизерную кликабельность. В чем здесь трудность? Классическим SEOшникам здесь очень тяжело, потому что негатив обладает очень крутой кликабельностью. Поведенческие факторы там зашкаливают. Стоит вам в тайтл какого-нибудь HTML документа вписать, жара, смотреть до конца, гори в аду, жопа и так далее, вы это будут жать. Извиняюсь, но мы любим негатив. Бренд аналитик, система мониторинга, которая перемалывает каждый день 50 миллионов постов, говорит, у нас добра больше. Я открываю свой Facebook. Вы, конечно, можете меня поругать, но, Дима, ты сам себе накликал в такую выдачу. Но у меня очень мало там добра, хотя я изо всех сил стараюсь лайкать свадьбы, рождение детей, дни рождения. К сожалению, в среднем по больнице больше, чем в 10 раз вовлеченность возрастает в посте, в котором есть ругательное или матное слово. У меня есть такое упражнение, если не верите, научу вас плохому. Вот очередной пост вы будете делать в соцсетях, мало лайков получали до этого, начните его со слова жопа. Вот прям еду на конференцию, но в начало добавьте жопа. Вот столько откликов будет, и в личку будут писать. А что случилось? А чем помочь? А почему же? А что за конференция? И так далее. Потому что, блин, как ярко. Восклицательные знаки туда добавить. Почти как в контекстной рекламе. Борются люди за CTR. Вот здесь я вывел маленький скриншот. Вот там статья заканчивается вот этим абзацем. Она очень длинная, там написана. Я написал эту статью с целью попасть в топ поисковиков по интересующему запросу, получить поток постоянных посетителей, в том числе и вас. То есть это открытая борьба сегошников, просто кто соберет трафик. Прошли вот эти все этапы. Дальше возникает очень логично. Давайте их разведим. Не удалим, не будем выдавливать. Вот прям придем туда и будем рубить правду матку. Начинается коммуникация. Здесь будет нелегко. Многие ошибочно верят, что там коммуникации как в жизни. Самый частый вопрос к аккаунту главы города ВКонтакте, вообще самое частое обращение «Привет». Главе города «Привет». Самое частое обращение ВКонтакте. Вы знаете, что занимает время утвердить скрипт ответа на пост «Привет» главе города. Надо ответить «Привет-привет» или все равно на «Привет» отвечать «Здравствуйте» или пытаться обращаться по имени или не отвечать. То есть это не самая тривиальная ситуация. А самый частый вопрос «Чего делаешь?» «Чего делаешь?» «Глава города». И дальше инструкция. Бывает и по 200, и по 300 страниц. Так, пункт 3.17. ВКонтакте «Чего делаешь?» Так, обращение от мальчика до 15 лет. Варианты ответов. Возможные риски и последствия. И сидит СММщик такой. Если пустить туда главу города, он там все начнет крушить, сносить. У него будет строиться эта модель на ходу. Он может успеть совершить ошибки. Ну и чтобы вы не отчаивались, если вы столкнетесь с негативом, да простит меня по почте России. На самом деле, а кто, если не они, доставят шнурки из Китая, бабушке в деревню? Многое для них дается тяжело. В том числе, тяжело осуществить коммуникацию вот в таком случае. Надеюсь, мы запикали все. 32 восклицательных знака, капслок. Бывают еще восклицательные знаки, сменяются единицами. У меня есть еще лингвист, который строит модели реагируем-не реагируем на основе лингвистики. Там присутствие мата, call to action, восклицательные знаки, единицы. Смена восклицательных знаков на единицы – это особая статья в уровне коммуникации в дальнейшем. Ну, иногда можно и пошутить в ответ. Ну, хотя бы так, заставить людей улыбнуться. Это не почта. Россия отвечает, это само комьюнити в собственном соку себя веселит. Но есть люди, которые реально пишут интересные стратегии коммуникации. Это не ошибка. Это согласно инструкции. Руководитель Щелковского муниципального района на вопрос, когда перестанет так пахнуть в городе, ответил, как только вы помойтесь. Он собрал прилично ретвитов, довольно много лайков. Будь вы на его месте, вот без какой-нибудь инструкции сорвались бы. Сначала сорвались, потом удалили аккаунт, потом отправились обратно, откуда вас выбрали. Там и статьи потом пошли. Глава города общается с простым народом. Плохо пахнет городе, а вы помойтесь. А вы найдите его аккаунт в Инстаграме. Он там, он на посту, он коммуницирует. Ну, не знаю, там на грани. Оскорбил он, не оскорбил. Закон он не нарушил, видимо, потому что на посту. Но он довольно жестко рубит там правду матку, реагируя на все и не срывается. Это терпят, переживают и банки. Достается и телекомам, и страховым, и много кому. Ну, кто-то терпит, и здесь я, наверное, сниму шляпу перед Тинькофф Банком. Крутые. Я прям сегодня открывал свой фейсбук, и кто-то там поругался на один банк, упомянул другой банк, Тинькофф появился и откомментировал. Тинькофф, официальный аккаунт. Здесь Тинькофф, это не банк, так что только Альфа. Почему это мы не банк? Попробуйте написать такую инструкцию по такой коммуникации. Зачем это делать? Когда вы постите в свое собственное сообщество, особенно если это ваши страницы в фейсбуке, вы получаете не очень большой охват всех тех, кто о вас и так знает. Когда вы начинаете делать активную коммуникацию во внешнем поле, если вы не опаздываете на неделю со своими комментариями, а успеваете реагировать через час, полчаса, вы можете получать нехилые охваты. Я сейчас культивирую такой термин social media talks, разговорчики. Ни SMM, ни social media marketing. А не сделать ли нам сообщество и постить туда три раза в день, говорит мне очередной клиент. Я говорю, может быть и нет, действительно уже поздновато. Коммуникация, завести некий профайл, который будет говорить с людьми. Это статистика фейсбука за прошлый год. Вовлечение в контент бренда в 7 раз ниже, чем в контент живых людей. Не хочется дружить с сообществом компании, если оно даже не сообщество проблемы, именно сообщество компании. Группа Sidorin Lab. Есть такая группа ВКонтакте. Там друзей, я не знаю сколько сотен раз их меньше, чем у меня, потому что что там делать? О чем мы будем с тобой говорить, сообщество Sidorin Lab? Вот с Сидориным можно, сейчас напишу ему что-нибудь в личку, обидное что-нибудь скажу, скидку попрошу. Вот это работает. А там люди даже не ответят, может быть, и через неделю, если я им публичный комментарий на стене оставлю. Надеюсь, у меня не так. Но суть в том, что говорить с брендом в официальных вот этих вот аккаунтах не очень хочется. Поэтому бренды находят вот такую лазейку. Выйти во внешнее поле и начать там болтовню. И каждый такой коммент, выверенный, он, конечно, рисковый. Можно и нарваться на хейтеров и не туда прийти. Но если все аккуратно взвесить, добавить туда скоринг, предсказать возможный охват этого поста, то есть сколько людей увидят это в своих френд-лентах, то, возможно, игра стоит свеч. Ну и RocketBank, они, наверное, одни из первых, кто вообще этот тренд начал в личном кабинете. Они веселили аудиторию. Вот там, типа, почему у меня банк сажал карту на Маяковске, был известный мем. Мы сожжем банкомат в отместку, отвечала техподдержка банка. Вызывало улыбку. Дальше, конечно, разбирались. Я думаю, возвращали карту. И приходилось очередной раз объяснить людям, что у RocketBank нет банкоматов. Вот, это не совсем банк. Техподдержка к этому привыкла, но надо перетерпеть и пользователю это все равно донести. Ну и дошло это до того, что вот такие истории появляются. Бесят теперь даже пожаловаться спокойно нельзя. Появится компания и спросит, в чем дело. Это известный популярный твитт, про который писали новости. Там в комментах прошлись по очень многим. То есть вызывали как священный дух известные компании. Называя их грубыми словами, твиттер собрал большой резонанс, большой охват. Бывают посты, в которых появляются уже и по несколько брендов. Доказывают свою правоту. Слева Билайн и онлайн. Доказывают, у кого можно посмотреть порно, у кого нельзя. В конце появляется Космокод и говорит, ребята, отдумайтесь. Вот здесь дети. Вот Роскомнадзор еще не выехал к вам в гости. Два СММщика и один человек рассуждают о порнографии в интернете. Вот где можно, где нельзя посмотреть. Справа шутка. И Сбербанк люблю, и Альфа-Банк люблю. И вообще забрал этот скриншот у Валентина Васина, руководитель группы СММ в Альфа-Банке, а теперь в Сбербанке. Вот раньше он шутил так. Ну, мне кажется, здесь должно вызвать улыбку у вас. Сегодня просидел в очереди Альфа-Банка. 40 минут даже в Сбербанке, почти в России такого нет. Появляется Сбербанк и говорит, примите наши извинения за неудобства. Опередили они Альфа-Банк, потому что негатив-то в адрес Альфа-Банка. Вот Валентин Васин решил здесь обратить это в юмор. Тот момент, когда ты так привык извиняться за очереди, что делаешь-то за другие банки. Надеюсь, все хорошо с пользователем. Вот, и все улыбнулись. А еще одна интересная штука. Я не знаю, как выкрутились ребята. Когда-то человек пытается как-то работать с негативом в адрес Пятерочки. И он появляется в комментариях. Можете найти его. Ну, можете попробовать призвать его, как это водится. Можете найти его лично и поболтать с ним. Здесь девушка поругалась, что-то там по чеку не сошлось. Он спросил, не могли бы вы мне в личку выслать более подробную информацию, телефон и так далее. И в комментах появилась девушка и говорит, не обманывайте, Сергей, это я, представитель Пятерочки. А вы, наверное, представитель Магнита и собираете клиентскую базу. И тут я задумался. Вот вы поругались на кого-то. Появляется аккаунт и говорит, а вышлите нам в личку свой телефон. И так вы потихонечку собираете телефоны людей, имеющих отношение к какому-то бренду, может быть, обиженных, может быть, влюбленных. Вот. Ну и последнее, что скажу. Неплохой рынок зародился. Система мониторинга, поиска этих данных. Масса вариантов применения и корпоративной безопасности, работа с негативом, и поиск лидов, поиск точек коммуникации, новый вариант СММа, когда вы не постите в свое сообщество, а вы ищите точки, где сейчас жарко, и десантируетесь туда согласно инструкции. Здесь не все системы мониторинга. Парочка европейских, американских. Брендвотч, Кримсон, Хексагон, большой рынок этого всего там на Западе. Так это может выглядеть внутри. Посты, соцдем, мужчины-женщины, возраста, различные фильтры. Ну и последнее, о чем я хотел сказать. А может быть, ладно с этим негативом, давайте позитива больше, давайте лайкать добро. И несколько лет назад я на большую аудиторию сказал, напишите где-то про Сидорина, да что угодно. Глупый, умный, неважно. Пишут, и Сидорин ради мне детей. Я лайкну этот пост. Я вас найду, не надо там ни хэштегов, ничего, не надо меня тегать, потому что включена система мониторинга. И вот уже пять лет я лайкаю тех, кто про меня пишет. Буквально несколько дней назад вы можете найти этот у меня пост в Фейсбуке. Человек написал, если Сидорин меня лайкнет, я в сентябре начну писать диплом. Представляете, я заставил человека писать диплом. Животворящий лайк. Ну и вот такие веселые у меня бывают истории. Хочу лайкать Сидорина. Это кто? Это я. У меня плюс два друга, плюс охват, плюс у людей в голове сомнение, блин, как устроен этот мир. Вот. Ну, наверное, все. Спасибо. Дмитрий, большое спасибо. Не торопитесь сбежать отсюда. Очень интересно. Есть вопросы от собравшихся здесь. Давайте. Я, правда, вас почти не вижу. Через мобильное приложение наше, BitConf. Кстати говоря, если кто-то зародился в голове вопрос, но не успел отправить, самое время, пока мы сейчас разбираемся с уже поступившими, вы пишите, задавайте, устроим такую импровизированную пресс-конференцию. Дима, получается, что, по сути, ну, раз мы здесь про будущее разговариваем, война уже идет информационная. Да. Здесь перед этим очень многие говорили об искусственном интеллекте, о том, что он тоже, в общем-то, ну, не за горами. В интернете недавно был, ну, как недавно, где-то с годик назад ходил ролик, как Алекса от Амазона и приставочка от Гугл поссорились по поводу того, как произносить правильно на английском слово алюминий. Вот. То есть, вот тоже информационный конфликт. Что, если, ну, вот в эти информационные войны начнет включаться искусственный интеллект? Например, на стороне противника вашего. Вот как ему противостоять? Он уже там есть. Тот пример, который я показал, например, со Сбербанком. Очень трудно пока искусственному интеллекту. Очень разные мы там в соцсетях. Куча сленга, шуток. Искусственный интеллект, конечно, учится. Я думаю, дай бог данных хватит. Но, мне кажется, в России не победит машина. Я думаю... Великие и могучие нас спасут, да? Мы продолжим вместо чайников и утюгов сраться там в Фейсбуке. Вот. Вряд ли они поравняются с нами в искусстве мата. У американцев проблема с мониторингом нашего рынка. Я общался, есть такие гиганты мировые. Reputation.com И у них это просто темное пятно. Вот. Кириллица в контосик. Одноклассники. Они с трудом могут коммуницировать. Аналитику пытаются вкачивать. Но я даже сажусь с живым человеком, россиянином. Я говорю, это негатив. Смотрит, это смотрит. Вот. Черт его знает. Сложно. Поэтому я пока не боюсь появления искусственного интеллекта. На каком-то уровне он закрывает проблемы. Где-то реально люди пишут красиво, четко, с номером претензий и посылки, которую надо и куда и засунуть. Все в деталях там. Там не нужен человек. Очень многое приходится через живых пропускать. Понятно. Продолжает. Начали как раз поступать вопросы. Вот один из пользователей нашего приложения. Гость конференции спрашивает, Дмитрий, а где учится ремесло управления репутацией? Спрашивает Дмитрий Алтунин, например. Ну, мне кажется, вот только что прозвучали все ответы с этой сцены. Есть книжка на Озоне и на Литресе. Она чуть ли одна из немногих под названием управление репутацией в интернет. Вот авторы «Я и мой партнер». Там про серм, про комментирование, про стратегии. Очень легкая, несложная. Это не волновая теория распространения информации. Не бойтесь, до этой книги еще долго. Хорошо. Вот Дмитрий Чистяков, тоже присутствующий здесь, прислал нам ссылку. Мы по ней сходили. Вот он прислал ссылку на ВКонтакте. Зря вы сходили. Крайне актуально. Ну, не я ходил, но мне прислали скриншот. Пишет. Новый айфон еще не поступил в продажу в России, а в МВиде уже закупили к нему отзывы. Красавцы, ребята, только не так поливно это делаете. И скриншот, собственно, вот этого. Как вы можете прокомментировать вот подобные вещи? Давайте лучше это обращать к площадкам, которые работают с тем, чтобы у нас был порядок. Ну, с Сибрантом можете подискутировать на тему звездочек, рейтингов. Все боремся, стараемся, чтобы вот так не было. Ну, вы видели в Лондоне лучший ресторан. Вот губкой накормят на заднем дворе в гараже. Трип-адвайзер, да. Да. Интернет быстрый слишком, да. Что-то появляется, тут же находится умелец, который может поломать. В Великобритании еще одна достопримечательность со шпилями недавно появилась. Там тоже пятизвездные рейтинги. Ну что же, спасибо. Дмитрий Сидорин, человек, который делает интернет лучше. Во всяком случае, для вас, если что-то с вашей репутацией пошло не так. Есть инструменты, есть методы, всегда можно выпутаться в общем-то из сложной ситуации, но лучше все-таки это предвидеть и не допускать того, чтобы эти ситуации с вами происходили. Берегите себя, берегите свою репутацию и поосторожнее с интернетом. Ну и вообще, занимайтесь побольше здоровым образом жизни.